В территориальном центре социального обслуживания населения Ленинского района города Бреста состоялся областной обучающий семинар для председателей первичных организаций общественного объединения Белорусского товарищества «Инвалидов по зрению». Участники мероприятия собрались в городе над Дугом, чтобы традиционно обсудить проделанную работу за последние три месяца текущего года, подвести итоги областного интерактивного конкурса фоторабот. В форме открытого диалога участники события поговорили и о наступающем месячнике «Человек с белой тростью», о подготовке и нюансах инициативы, а также о других акциях. В которые год подряд проводятся республиканские акции в День слепых, это 13 ноября. В этом году будет тоже республиканская акция, посвящена вопросу комплексного обслуживания, создания безбарьерной среды жизнедеятельности в сфере здравоохранения. То есть мы будем посещать все учреждения здравоохранения, смотреть на предмет создания безбарьерной среды для людей, будем изучать вопросы, как обращаются с нашими людьми, есть ли какие-то проблемы. Большая работа проводится и вне акции. В кабинете реабилитации Белтиза всегда есть кому помочь. Здесь обучают, подсказывают человеку с нарушениями зрения, как адаптироваться в обществе. Но самым ярким мероприятием, подтверждающим слоган «Человек может все, если только захочет», является месячник «Человек с белой тростью». И одно из ключевых его мероприятий – областной конкурс «Я самый реабилитированный». Именно к нему сейчас и готовятся члены товарищества. Но все мероприятия без законодательной базы не имеют своей силы, а потому особый акцент был сделан на вопросе внесения изменений в закон по созданию доступной среды для людей, имеющих инвалидность по зрению. Еще одна тема, которая стояла во главе угла мероприятия и заслужила немного большего внимания – обеспечение слепых и слабовидящих людей тифлотехническими средствами социальной реабилитации. Меня пригласили осветить вопросы обеспечения инвалидов по зрению современными техническими средствами реабилитации, какие появились новинки в этом направлении международные, как меняется концепция обеспечения в республике, то есть как позиция сегодня нашего центрального управления и Министерства труда и соцзащиты выглядит, какие перспективы в этом вопросе. Вопросы, обсуждаемые на семинаре, оказались настолько актуальными и интересными, что никого не оставили равнодушным. Встреча прошла в очень оживленной и доброжелательной атмосфере. На большинство заданных вопросов были получены компетентные ответы.